Всю жизнь занимаюсь, ну, конечно, разными видами дизайна, но преимущественно, конечно, промышленный дизайн. И когда сейчас слышишь, что перед вами выступает дизайнер, и телевизор смотрим, перед вами сейчас выступит дизайнер такой-то, кого мы видим перед собой? В лучшем случае модельера. Иногда всплывает графический дизайн, реклама и дизайн, а то, что вообще-то любой дизайн начинался с промышленности, об этом уже никто и не помнит. Я расскажу историю, которую я испытал, естественно, работая дизайнером. Работал я на Новосибирском приборостроительном заводе, тогда он был имени Ленина, сейчас он называется Швабе. В 1989 году поступил заказ из Москвы от партии правительства, как раньше говорили, спроектировать бытовой прибор ночного видения. Ну, естественно, начальство всегда бьет по козырек, надо, значит, надо. Дизайнеров там было, ну, три человека, скажем, из них один эргономист. Профессиональным дизайнером был я один в то время. У дизайнера, промышленника особенно, всегда возникает вопрос, для кого эта техника, то есть адрес потребителя, на кого рассчитана. Давай рассуждать, прибор ночного видения, кому нужно ночью что-то видеть. Поскольку это был конец 90-х, то есть конец 80-х, начало 90-х, естественно, сразу в голову полезли всякие бандиты, кооператоры и прочее. Но они пользовались военные приборы, покупали в армии по дешевке и пользовались военными. А тут именно бытовой. Ну, возможно, мог понадобиться он юным натуралистам наблюдать за ночной жизнью животных. Юный натуралист в Советском Союзе это кто? Школьник там, может быть, там дедушка-любитель какой-нибудь, который уже стрелять не может. У них, как правило, денег нет. А стоить этот приборчик должен был дороже зеркального фотоаппарата даже. Приказ есть приказ, поэтому я проект сделал. В 91-м году в серии запустили. Сейчас его коллекционеры покупают, можем в интернете посмотреть. Прибор назывался ТЗС «Сова». Года через два у меня приятель, который еще работал на заводе, говорит, слушай, твои приборы-то бешеным спросом пользуются. Приезжают коммерсанты с баулами, закупают партиями и куда-то увозят. Я говорю, нет, ну интересно, кому он мог понадобиться. Чего у нас столько юных натуралистов богатых появилось. Оказалось, наши коммерсанты закупали эти приборы, везли в Германию, в Японию, в Соединенные Штаты. Для чего? Там, оказывается, есть такое развлечение, как ночные собачьи бега. За ними наблюдали с треноги, с больших приборов таких, которые не унесешь. А тут карманы почти из-за пазочки достал, посмотрел, стоят три копейки на их деньги. Поэтому я никогда не работал на иностранного потребителя, поэтому мне было это очень удивительно. Работа должна быть хобби. Когда совпадет все, это идеально. Можно всю жизнь работать, даже не замечать, что работаешь. Графически, да. Дизайн одежды, да. Дизайн промышленной под очень большим вопросом. Сколько бы знал, что у нас есть Новосибирский автомобильный завод в Берске находится. У нас есть Новосибирский троллейбусный завод в Матвеевке находится. А кто-нибудь знает, что они производят? Кто-нибудь знает, ничего не видим. Берский автомобильный завод собирает китайские машинки черри и продает их, естественно, как черри. Троллейбусный завод делает коробочки над троллейбусами. Троллейбусы производят в Энгельсе, а наши делают коробочки, откуда рога торчат. Работать и учиться постоянно. Работать, чтобы не помереть с голоду, а учиться, чтобы больше зарабатывать. Троллейбуса вот Продолжение следует...